Драка на световых мечах Драка на световых мечах Здесь и сегодня на премьере седьмого эпизода «Звездных войн» собрались все герои саги, поговорить с которым мог каждый. Мы на каком языке будем разговаривать? На имперском? На каком? На каком вам угодно. Давайте на русском. Ну давайте попробуем. И кто же вы, скажите, пожалуйста. Да как ты смеешь смертный разговаривать так в тоне, с самим Дартом Молом. Знаешь, что я могу с тобой сделать? Удивите. Пробуждение силы – седьмой эпизод культовой саги «Звездные войны». Первый фильм вышел 38 лет назад, но его и по сей день пересматривают. И, конечно же, помнят и любят всех героев. Товарищ магистр Йода, что такое сила? Расскажите мне несведущему. Сила, энергия внутри тебя, которая привести может на сторону темную или светлую, самому тебе решить стоит. Вместе с магистром Йода выбирали сторону силы аж несколько поколений фанатов. Вселенная «Звездных войн» одинаково привлекательна как для детей, так и для вполне взрослых людей. Не сказался на всеобщей любви к фильму и откровенно провальный последний эпизод. Осадочек-то остался? Нет, абсолютно никаких осадков у меня нет. У меня все прекрасно. Безоблачно? Безоблачно, конечно. Когда рядом Хан Сола, какие могут быть осадки? Так меня еще никто не называл. Назвать новый эпизод самым ожидаемым фильмом года – это значит сказать чистую правду. При бюджете в 200 миллионов долларов создатели планируют собрать минимум в пять раз больше. И на такой показатель есть отличный задел, ведь бои на световых мечах – это уже поистине легенда. Неслыханная для Иркутска битва между светлой и темной стороной силы сейчас в самом разгаре. Уже четыре десятилетия «Звездные войны» будоражат умы миллионов людей. И судя по тому, насколько массово эта баталия проходит в Иркутске, о великой силе галактики будут помнить всегда. Евгений Шоев, Денис Ерохин, Владимир Пинаев. Новости по будням.